здравствуйте дорогие зрители вот мы с вами встретились вновь сегодня продолжаем рубрику помоги себе сам у нас на разборе сегодня техника даже методика да это не техника методика пор мотивации мы с вами продолжаем говорить о достижении целей в чем нам помогает наша мотивация давайте разбираться значит методика пор мотивации помогает нам достигать цели и мечты предлагает нам инструменты и стратегии которые помогут достигать всего к чему мы стремимся ну так это здорово двигаемся дальше значит мотивация достижения целей что такое мотивация мотивация латинского мавера двигать это побуждение к действию это один из основных механизмов человеческого поведения мы мотивируем себя вставать утром пойти на работу не есть сладкого и пойти заниматься спортом допустим достигать персональные цели решать задачи мы мотивируем других также влияем других до мотивируя их делать какие-то важные дела проявляться или работать более эффективно да ну вот иллюстрации значит герой на старте до ребенок который стремится до замотивирован что-то достигает до девушка которая бежит какой-то спринт до движется к своими цели вот значит предпосылки для разработки данной методологии как описывает сам автор так или иначе все страдают от отсутствия мотивации сколько раз мы порываемся начать бегать по утрам делать зарядку учить английский изменить что-то в нашей жизни верно много-много раз но нет мотивации вроде и хочется а потом желание пропадает человек по умолчанию стран так что если что-то делать необязательно то он как правило это и не будет делать значит методика просто не позволит вам саботировать свои цели и мечты и не достигать их да то есть рассматриваем методика просто не позволит на саботировать наши цели и мечты ну и поможет их достичь значит движемся дальше автор метода автор методики николай митин психолог коуч наставник высшее психологическое образование он также помогает предпринимателям увеличивать доход x5 10 опыт 14 лет консультации 11 тысяч пятьсот сорок часов практики более 250 подтвержденных финансовых результатов клиентов чемпион страны по кикбоксингу до спортсмен чемпион страны пробежал полу марафон женат двое взрослых детей в семье любящие уже и уважительные отношения это информация где-то с открытых источников эти это все размещено все ссылки на автора будут внизу страницы со ссылками двигаемся дальше сама методика как стать целеустремленным и ни на что не отвлекаться самый целеустремленный человек здесь не без юмора самый целеустремленный человек это тот который очень очень хочет в туалет то есть такая метафора тогда все преграды кажутся несущественными повторим что самый целеустремленный человек это тот который очень хочет туалет и тогда все преграды кажутся несущественным вижу цели вижу препятствие да как же получить такой настрой как же получить нам такой настрой когда мы видим цель и не видим препятствий и и все преграды кажутся нам несущественным согласитесь вот как продолжает автор согласитесь смешно слышать фразы типа я описался потому что не было времени сходить туалет я был слишком уставший потерял надежду я не верил что смогу добежать ну конечно он добежал у него ноги вон какие длинные а я слишком глуп чтобы это сделать ну смешно же да я уже пять раз описывался у меня никогда не получится бежать это явно не для меня я постучался в туалет но мне не открыли мне не хватило мотивации у меня была депрессия у меня нет денег и не могу себе это позволить решил сходить завтра то есть такие отмазки да такие так сказать сливы да невозможно когда необходимо соответственно свою нужду допустим до решить часто ли вы идете к цели как будто бежите к туалету вопрос от автора метода часто ли вы идете с цели как будто бежит в туалет вот с такой мотивации да нет людей которые ничего не хотят все хотят как минимум вложить свои физиологические потребности тела а хоть пример такой мотивации с легким юмором все же задуматься об особенностях этого состояния имеет смысл вот еще одна метафора которая приводит автор глоток воздуха что необходимо достичь такого состояния чтобы желать цели как глоток воздуха как бы бесчеловечно это не звучало но это работает то есть это некая вторая метафора автора до первое действительно связано с удовлетворением какой-то жизненные потребности сходить в туалет и тогда любая цель до в таком состоянии не видит препятствие до а вторая метафора это некий глоток воздуха да вот тонущий человек опуская все глубже до располагает очень коротким промежутком времени для обдумывания всей ситуации да да в самом начале его могут посетить заморочки вроде мысли их не надо было идти купаться да и зачем я сюда пришел что это реально со мной происходит но совсем скоро он понимает что без толку об этом думать и начинает судорожно грести пытаясь выплыть вот основная тщетность попыток и начиная задыхаться вся его сущность сводится к одному лишь а неистому желанию желанию вздохнуть глоток воздуха ему не нужно ему не нужны богатства и слова его перестала заботить то как он выглядит со стороны и что они могли бы подумать знакомые если бы увидели его сейчас что если бы мы достигли достигали своих целей будучи в таком состоянии вопрос достичь или не достичь не стоял бы в принципе ну вот предлагается до проверить но своей мотивации свою мотивацию до по двум метафорам до нужно ли вам ваши цели как глоток воздуха да или же хотите ли вы ее достичь так как вы стремительно идете в туалет допустим да по потребности вот двигаемся дальше все моменты целесообразности цели все сомнения страхи паттерны мышления элементы прокастинации относятся к сфере ума монолитического эгоистического мелочного живущего интересами собственного выживания и кормления чувства собственной важности наша задача его отключить не всегда конечно сам то он как инструмент нам еще вполне пригодится нужно просто отключить процесс саморефлексии когда он занимается праздными а празднуем времяпровождение а ведь на самом деле ты можешь быть таком состоянии ребенком вы были в этом состоянии и осознание этого факта стоит культивировать и периодически выносить в области размышлений но о чем здесь да о том что наш соответственно ум до аналитические эгоистические живущие интересами собственного выживания и кормления чувства собственной важности да он играет с нами в такие игры вот она в определенном состоянии да вот здесь есть ссылка на состояние игры до состояние интереса а вот когда мы были детьми да мы скорее всего да при нашем сильном желании мы бежали на улице да и соответственно так перед нами не стояли препятствия вот ну значит это была сама суть методики да давайте опишем саму методику как это описывает сам автор то непосредственно непосредственно важные пункты да потому что я люблю себя первое что нужно воспитать себя это любовь к себе зачем это нужно давайте проанализируем ведь все наши беды из-за отсутствия он и когда мы были маленькими мы себя любили принимали без суждений жизнь была интересна и полный тайн и открытий потом мы стали прислушиваться к мнению и суждениям окружающих людей стали воспринимать их мнение важнее своего а постепенно отворачиваясь от себя и процесс этот закрепился закреплялся годами теперь имеем что имей значит важное положение полюбить себя означает делать для себя все лучше что только можно любить себя означает развиваться не развиваешься не любишь себя и когда встает вопрос лени и апатии ты вспоминаешь что ты не любишь себя и по привычке так реагируешь просто нужно осознать необходимость себя полюбить тогда не будет ничего к чему вы себя должны побуждать заставлять себя что-либо делать вы все будете делать легко без принуждения удал и с удовольствием не потому что так надо а потому что хочется делать до остановимся здесь на этом пункте до 1 чего нужно начать это необходимо воспитать себя чувство любви до полюбить себя означает делать для себя все лучшее что только может вот и как вывода из состояния до такого отношения к себе до делать для себя все самое лучшее до любить себя развиваться да тогда мы будем делать без принуждений с удовольствием не потому что так надо потому что хочется делать раскроем дальше данный пункт вот значит идет предлагается самопроверка да на чувство любишь ли ты себя люблю ли я себя да и предлагаются маркеры такие если ты устал чувствуешь себя у старшим тебя ничего не хочется да ты себя не любишь если ты устал если тебе ничего не хочется ты сонный ты голодный ты боишься ты зависим ты думаешь тебе надо подумать а у тебя болят мышцы и все тело три ты прокрастинируешь ты все делаешь медленно и расслаблен не сфокусирован на целях ты стараешься что-то сделать ты стараешься быть в хорошем настроении стараешься быть в хорошем настроении потому что это надо ну как бы но нет а ты либо хорошем настроении и ты чувствуешь к себе любовь до либо ты заставляешь да потому что это надо ты толстый ты бедный вот ты напряжен физически и умственно ты уныл в сферу своих интересов ходит поесть ходить на унылую работу а после пить пиво перед телеком или с друзьями ты не осознаешь себя во сне ты ты не осознаешь себя во сне ты ничего в жизни не добился ты никому не нужен и от тебя ничего не зависит у тебя не горят глаза ты не поешь ты не смеешься ты не танцуешь ты не чересуешься чем-то новым ты не повышаешь свои доходы ты не преодолеваешь себя тебе никто не нужен ты не испытываешь восторг от небольших проявлений жизни ты полагаешься на волю случая ты болен ты доказываешь свою правоту ты повторяешься ты не считаешь книги и проходишь тренинг ты не занимаешься творчеством ты потыкаешь себе ты осуждаешь себя и других ты ждешь признание ты сама восхваляешь себя ты не доводишь начатое до конца у тебя не хватает времени и так далее вот где все эти а пункта да где любовь к себе вопрос скорее сюда папа под вопросом любовь если мы нашли себя в этих пунктах то необходимо действительно делать для себя важные вещи до важные чего предлагает автор начать это полюбить себя до делать для себя все самое лучшее а лучше она ведет к разбитию двигаемся дальше значит следующий пункт да это такая тема как личный надсмотр чик до некий такой но один из основных пункт номер два до личный надсмотр чик наблюдая за собой вы могли заметить что ради себя вам иногда сложно и пальцем пошевелить а если попросит близкий человек то вы готовы в лепешку разбиться лишь бы выполнить просьбу а поскольку с умом бороться себе дороже да и силы тратить не за чем то правильнее будет использовать эту особенность себе во благо ставить цели нужно так как будто тебе их поставила кто-то другой здесь в скобочках можно сказать кто-то дорогой тебе другой человек вот этой ставить цели нужно так как будто ты договорился со своим дорогим человеком что ты достигнет эту цель вот такая вот большая подсказка так как будто вы действуете не ради себя а для другого человека помните ведь эту особенность нашей психики что если а можно можно чего-то делать то мы не будем этого делать если можно чего-то не делать то мы не будем этого делать а тут мы как бы сжигаем мосты не давая себе шанса повернуть обратно если цели тебе ставит твой работодатель если ты берешь на себя ответственность перед партнерами по бизнесу если ты взваливаешь на себя некие обязательства пообещав вот реально души пообещав что-то сделать срок то вероятность того что ты действительно это делаешь очень высоко хороший лайфхак самом деле действительно мы партнеримся да мы стараемся для своих близких быть человеком обязательным и выполнять договоренности и если эти договоренности если ставить цели как будто мы договорились со своим дорогим важным в вашей жизни человеком то скорее всего эти цели будут достигнуты самый облегченный вариант это договориться с несколькими людьми о совместном движении к цели например вместе бегать когда чувство долга и ответственности будет вас дисциплинировать вот но это уже коллективный до такой договор где мы все договорились может кто-то отвалится но большинстве конечно будут обязательными людьми и будут выполнять договоренности хороший лайфхак хорошая как по тема двигаемся дальше спасибо что живой мы сравним себя с теми кто уже добился успеха в том что нас интересует смотрим на проявленные атрибуты этого успеха с горящими глазами у нас прям слюнки капают тогда мы видим что это возможно и это есть у других а потом смотрим на себя на то как мы живем на то сколько много всякого нужно сделать какой сложный большой труд нужно провести и настроение падает мы чувствуем диссонанс между тем чего мы хотим и тем что имеем и накры и накапливается разочарование сомнения а смогу ли на неудовлетворенность раздражительность и попытки перебороть свои сомнения и неуверенность уходит просто огромное количество энергии которая по идее должно было быть направлено на достижение цели а мы просто слили ее в трубу что делать это самом деле да мы видим что кто-то что-то достиг мы понимаем там у нас есть около тех же возможности до около те же способности но почему-то у нас это отсутствие да и мы начинаем значит интересоваться вопросом рефлексируем накапливаем себе какую-то неуверенность находим значит какие-то способы и понимаем что это все долго да и ничего не делаем и так это может соответственно завести в тупик что соответственно нужно сделать нужно уметь быть благодарным за то что есть это скорее всего потому что понимаю что ага значит тот добился чего-то потому что у него были ресурсы да а у нас вот сейчас каких-то ресурсов нет и все мы должны отказаться своей значит цели ну вот что здесь может быть что нужно учиться нужно уметь быть благодарным за то что сейчас уже есть за то что у вас есть тоже ресурсы до ресурсов их много всяких разных да и временной финансовой и может быть ваши связи и ну то есть вопрос ресурсирования можно продолжать до бесконечности можно сказать что нужно быть благодарным за то что уже есть да нужно учиться этому столько сколько потребуется быть благодарным и радоваться жизни прямо сейчас быть благодарным они не за что-то а просто так не за то что добился такого-то результата не за то что ты обладаешь теми или иными качествами а просто так просто потому что ты есть но вот на самом деле один из важных ресурсов это уметь себя благодарить до поддерживать внутрь если бы в разрыве да и постоянно чувствуем нехватку чего-то там и уже в ней ресурсов состоянии и здесь первый важный ресурс что можно быть благодарным за то что уже есть учиться себя благодарить дальше конечно будет упоминание техники указано написать 100 поводов поблагодарить себя но это будет дальше что тогда происходит когда вы себя благодарить когда вы научились благодарить себя просто за то что вы есть за то что у вас так как есть да то что вы вы способны действовать что-то происходит вы отключаете своего внутреннего критика который постоянно дает вам оценку и осуждает вас вы успокаиваетесь перестаньте дергаться нервничать суетиться ваша жизненная энергия более не расходуется на постоянное самобичевание и стеснение о том когда же вы наконец добьетесь желаем и она о чудо постепенно начинает действовать достигать целей вместо привычного постоянного откладывания на потом да вот в разрезе мотивации а когда мы научаемся себя благодарить и подкрепляет да вот пусть мелочами вот она работает на достижение нашей цели устраивает мотивации что я все могу сделать за что себя благодарить просто потому что вы стали действовать не из позиции надо а из позиции хочу да а вот двигаемся дальше соответственно есть такая вот симпатичная иллюстрация это мне за что а просто так здорово вот следующий но продолжаем благодарным нужно быть себе окружающим людям и миру всему сущему со прошлое настоящее будущее как это сделать как это сделать да вопрос хороший как научиться себя благодарить как это сделать я пытаюсь и не могу испытать чувство благодарности составьте список из тех вещей за какие можно быть благодарным например за крышу над головой за то что есть что покушать и где спать за то что выжили вы можете действовать то что вы можете действовать изменить очень много составьте список не поленитесь а этот значит методология да она ведет к действиям одно из действий которое необходимо сделать ставить список 100 причин благодарности к себе да и вы удивитесь от процесса вашей трансформации которые необходимо делать составить список 100 причин благодарности к себе да и вы удивитесь от процесса вашей трансформации который начнется прямо во время написания этого списка ну вот так если представить да вот список да и вот одного пункта да благодарен себе за это благодарен за это благодарен миру за это благодарен родным за это благодарен окружению за это брату другу благодарен городу в котором я нахожусь благодарен такому-то человеку ну то есть благодарность она подкрепляет просто повторит несколько раз да и образом благодарности как-то вот себя по-другому начинаю чувствовать двигаемся дальше одна направленность один из важных пунктов да это но опять же неких лайфхаков до в рамках данной методологии это одна направленность необходимо избавиться в своей жизни от всего лишнего на что вы отвлекаетесь на поиски ведь время идет вы не успеваете нервничать и до хаос который не дает вам эффективно решить поставленную задачу а для подобной ситуации требуется гораздо больше энергии требуется гораздо больше энергии в будущем а предчувствую а такое вы всячески откладывается решение подобной проблем значит необходимо избавиться в своей жизни от всего лишнего что нас отвлекает вот на что вы отвлекаетесь на какие-то поиски какой-то информации может быть несущественно какой-то несущественно подготовку на беседы на какие-то лишние да вот без фокусировки ведь время идет и вы не успеваете потом нервничать тот хаос который не дает вам эффективно решать поставленную задачу подобность вот он вас хаос вот этот вот а он не дает вам эффективно решать поставленную задачу тогда для подобной ситуации до для решения вашей цели до требуется гораздо больше времени энергии и в будущем предчувствую такое же да то есть это некое такое поведение да вот мы имеем вредную привычку отвлекаться на что-то вот и понимаю что мы и в следующий раз будем отвлекаться от нас будет отвлекать да мы всячески откладываем решение наших целей вот здесь вопрос об однонаправленность да то есть об исключении хаоса об исключении всего того что нас отвлекает ставьте цели а далее выбрасывайте из своей жизни все то что что не уйдет к ней постоянно сдаваясь вопрос это действие занятия решения времяпровождения ведет меня к результату или ведет от результат ну хорошая такая перри сама проверка до поставим в цель периодически ставим себе вопрос это действие это занять это решение это времяпровождение ведет меня к или ведет а вот результат ваша задача устранить утечки времени до одной из самых ценностей что у вас есть это время поэтому мы можем не только его экономить разумно распределяя ресурсы трать его экономия только туда куда нужно куда важнее всего нужно ответственно относиться к своему личного времени вести его точный учет замечатель значит они китай менеджмент пусть слова зарпежная да не наш мы ведем точный учет нашего времени и относимся к этому ответственно продолжаем начните видеть статьи расходов времени и начните их сокращать вот хороший такой лайфхак да получается что держать фокусировку на наших целей также рекомендуется встранить хаос хаос потери времени вот на слайде у нас с вами будет пример как можно было бы можно было бы организовать рабочий день да он ни к чему нас пример не обязывает это только пример возможно вы у себя как-то организуйте по-другому до ваш учет времени вот ну и что мы здесь видим на слайде да что задачи на сегодня номер один номер два номер три номер четыре и допустим а из открыт открытого списка да у задачи номер пять такая то допустим вот она дата стоит столбец вот она приблизительное время в течение дня да и в какой-то строчке мы записали что по 1100 мы произвели такие-то действия и на самом деле это нас подкрепляет в том что мы планомерно движемся вперед достижение нашей цели когда вы уберете своей жизни все лишнее весь хлам который вам не нужен и только мешать жить у вас освободятся ресурсы времени и энергии для однонаправленности и в достижении целей ваша мотивация усилится так как вы не будете отвлекаться ни на что ненужное вот замечательно следующий лайфхак следующая значит тема это позиция жертвы одна из распространенных причин отсутствия мотивации и бездействия это страх да серьезная такая причина бездействует да и потери мотивации это то что мы чего-то боимся если копнуть глубже в подсознание а там мы увидим разные интересные вещи страх неудачи страх успеха даже есть такой страх успеха и психологи его очень хорошо разобрали о том что действительно явление не уникальное но часто повторяемая страх успеха далее осуждение успешной жизни до кем-то осуждения поощрение страдания и и прочих там да но нас интересна на случай на страх как как таковой общественных мы можем бездействовать от того что быть чего-то там внутри и в себе на придумывали этого стали бояться вот страх неуспех или наброс страх успеха или там какое-то осуждение ну то есть в общем страх да мы подспудно подспудно осознавая эти страхи настолько хотим избежать их проявленность и реализации в окружающем мире в силу наших действий что просто замираем и ничего не делаем поощряя бездействие многие исследования показывают что до часто причина бездействия кроется в этом мы ничего не делаем потому что подвержены страхом и желанию из безо избежать осуждения вот значит поэтому наша задача возвышенно возвращение мотивации заключается в том чтобы вырваться из плена и мышление жертвы что меня могут осудить что у меня может не получится что меня получит а что мне получится а что вдруг что-то произойдет не так и и другие все эти вещи присущи жертвой их нужно выслеживать и осознанно систематически и безжалостно истреблять но и пометка от докладчика да мы с вами ранее разбирали технику треугольника карман вот которая помогает нам осознать модель выхода из роли жертвы вот если значит вы можете осознать о том что ваши страхи вас же загоняют в позицию жертвы да а ведь как это у нас еще эволюционно так происходят до бей-бей и замри да и вот часто мы выбираем такой способ реагирования как замри а замри ничто иное как остановись и бездействуй вот значит будем продолжать дальше следующий интересный пункт касается инерции поведения он так и называется инерция а тот лайфхак который автор методики на которой автор методики застрел внимание ну и соответственно давайте его раскрываем инерция ну по-другому когда мы ведем себя так я все знаю я все понимаю что надо и все такое но ни черта не делаю знакомо а у всех в той или иной степени в разный период жизни это было да ты просто смотришь как жизнь проходит мимо утекая сквозь пальцы ощущаешь себя безвольной тряпкой ругаешь себя извинчиваешь до максимума чувство вины попутно кормят этим эго но ничего для этого не делаешь у кого такое было до начале сложно начать зато потом когда разгоняешься сложно остановиться начале сложно заставить себя пойти в зал когда все получается спина начинает болеть ломки какие-то все в тебе сопротивляется этому но время подходит проходит время ты привыкаешь втягиваешься начинаешь получать удовольствие от результатов и даже от процесса и все отлично нашем прикладном аспекте рассмотрим инерцию покоя здорово то есть инерция покоя да вот нас интересует как вывести себя из состояния покоя вывести себя из состояния покоя но это состояние прежде всего осознать эту проблему в полной мере на что я сейчас нахожусь состоянии никакой инерции инерции покоя я не хочу значит что-то менять своей жизни вот оно все как шло так пусть может быть и останется да то есть а для чего он я должен сейчас вот делать вот эти все действия новые да они для меня очень допустим поэтому